Приветствую вас, и в первую очередь имеют место быть запреты. Очень сильные родительские запреты на, по сути дела, всё, что вообще только можно себе представить. То есть, ваш папа говорит, что вы должны выйти замуж. И вашего папу, вообще-то говоря, мало волнует, что вы замуж выходить, ну, если не хотите, то не готовы точно. То есть, это в первую очередь, значит, значит, отсутствие уважения к вам. Отсутствие вашего заявления о том, что я хочу. Понимаете? То есть, вам нужно сперва избавиться от запретов. От запретов, точнее. Которые наложили на вас, ваши родители. Вот. Это первое. То есть, здесь, конечно, поможет возрастная регрессия и работа с эго-состоянием ребёнка. Вот. Потому что ваше желание очень сильно подавлено. Как мне видится, даже когда вы говорите о том, чего вы хотите, вы всё равно, как бы, говорите, что вот, ну, я хочу чего-то. Да, я хочу. Но, при этом, я хочу головой, но я не знаю, как мне этого достичь. Это тоже достаточно серьёзная проблема, потому что, как я уже сказал, нужно чувствовать. Что-то просто иметь психологическую возможность принимать свои желания, а вы их не принимаете. Ну, например. Например. Вот из того, что вы написали. Значит, папа хочет, чтобы я вышел замуж. Потому что неудобно перед кучей родственников и так далее. Как вы сами к этому относитесь? То есть, да. Скорее всего, головой вы понимаете, что... Это неправильно. Головой вы понимаете, что, ну, вы выйдете замуж тогда, когда хотите. Вот. Но на чувственном уровне вы хотите сделать так, как требует от вас ваш отец. Потому что иначе он будет недоволен. Правда ведь? И, скорее всего, вы испытываете чувство вины. Перед ним и перед родными. То есть, вы, как бы, говорите себе, я должна. Я должна. На меня возлагаются, не возлагаются надежды. На меня возлагаются ожидания. Какие-то. Ну, моими родными. Да? Дальше. Мама хочет, чтобы я стала монашкой. В буквальном смысле слова. Потому что от мужей ничего хорошего. Здесь идет запрет на отношения с мужчинами. То есть, если вы видите, что у мамы негативный опыт взаимодействия с мужем, со своим, то есть с вашим отцом, то и вы, скорее всего, будете избегать этого негативного опыта. А значит, будете избегать мужчин. Даже если вы понимаете, что это неправильно, и все должно быть по-другому. Мама не научила вас быть женщиной. Не показала, как обращаться с мужчинами, грубо говоря, так, чтобы они, ну, были благодарны. То есть, она не научила вас строить отношения с ними. Поэтому вы одна. Ну, я имею ввиду, вот, вы говорите, да, что у вас ничего не получается. Папа, папа запретил вам, ну, скажем так, развиваться тем, что он хочет, чтобы вы вышли замуж. Скорее всего, он всегда, всю жизнь призывал вас к тому, чтобы вы соответствовали чьим-то требованиям, а не своим. И вот этот вот неосознанный запрет, запрет на самостоятельный выбор действует на вас именно так. Вы говорите, что они любят меня по-своему, я тоже их люблю. Здесь непонятно, насколько вы понимаете, пагубное вам действие своих родителей на себя. Но желают мне добраться к своей точке зрения, которая мне ни к чему. Которая мне ни к чему, я совершенно не хочу, чтобы они вмешивались в мою жизнь. Может быть, вы не хотите, чтобы они вмешивались в вашу жизнь. Но они делали это с самого вашего детства. И, понимаете, они будут это делать. То есть, как бы у вас здесь не было перекоса немножко в другую сторону. То я буду делать все как бы на зло, да, или не на зло, а из-под тишка. Партизанская война будет такая. Вот. И как я могу, вот, отомстить родителям, да? Ну, это так, грубо говоря. Как я могу сделать так, чтобы и они не получили то, чего хотят. Но и я бы не добилась при этом то, чего я хочу, потому что у меня запрет. А именно так. Неудача. Неудача это компромисс. Между тем, чего хотите вы и чего хотят они. Так, увы, наши традиции укоренились в них с молоком. И для них это норма. А что именно норма? Я не очень понимаю, что именно норма. И при чем здесь вообще традиции? Норма не позволяет мне идти, куда и когда я хочу. Что я хочу носить и с кем я хочу общаться. Что я хочу делать. Понимаете? Вы правы. Вы правы. В том, что для них это норма. Но правда в том, что вы этой норме следуете. А то иначе вы будете чувствовать себя виноватой. Иначе вы будете знать, что родители будут недовольны. В частности, папа. Вопрос заключается в том, как вы воспринимаете недовольство, возможно, своих родителей. И как вы сами для себя, у себя в голове решаете вот этот вот конфликт. Конфликт между тем, чего хотите вы и чего хотят ваши родители. Отдельно жить я не могу, пишите вы, так как мы живем в съемной квартире, мне приходится отдавать большую часть своего заработка, хотя я не хочу отдавать. Понимаете? Вы говорите, я не могу, я отдаю большую часть своего заработка. Да? Вот. На таком уровне вы делаете то, что хотят от вас родители. Да, вы не делаете большего, потому что там сопротивление сильнее. Но на этом уровне вы делаете то, что они хотят от вас. В какой стати вы должны отдавать все большую часть своего заработка и на съемную квартиру? В какой стати вы должны подстратить свои деньги на их квартиру? Если они родители, они как бы могут сами по себе, я уверен, позволить это. Вопрос. Для чего они родили вас? Чтобы вы соответствовали их желаниям? Чтобы вы, ну я не знаю, подчеркивали их достоинства? Подумайте об этом. Для чего они родили вас? Что вы, по сути, в рабстве у них находитесь? Так, потому что у меня это расходы на себя. Ну, и определенно небольшие. Я хочу развиваться, я не люблю границы и рамки. С каждым годом я теряю уверенность в себе, энергии все меньше и меньше. Так, ну понимаете, я хочу развиваться, это очень здорово, что вы хотите развиваться, но... Давайте на чистоту... Рассвитие вам зачем? То есть нельзя развиваться просто ради развития. То есть тут нужны... Нужны поводы, нужны причины... То есть, как именно развиваться? Если вы, например, развиваетесь, да? Ну, допустим, если вы развиваетесь, то что вы делаете? То есть, ну, вот что вы будете делать, развившись. Понимаете? Развиваться можно, опять же, в чем? В том, что нравится, в том, что привлекает, в том, что интересно, в том, что... Вызывает живой интерес. Далее, что есть по факту развития? Развитие по факту, это спонтанность. То есть, если вы развиваетесь по какому-то плану, то это уже не развитие. Это уже другое что-то. Речь идет именно о спонтанности. И речь идет о том, как вы понимаете развитие. То есть, ну, грубо говоря, что оно для вас значит, развитие. И для чего оно вам. То есть, развиваться, чтобы что? Не любите границы и рамки? Хотите все границы и рамки убрать. Но понимаете, что это невозможно. Понимаете, что это нереально. И поэтому ничего не делаете. А что реально? А реально установить свои собственные рамки? Реально установить свои собственные границы, исходя из заботы о себе? Вы правы. Вы правы в том, что ваши родители вас любят. И вы правы в том, что любят они вас по-своему. Но любят они вас, как строгие, подавляющие родители. А нужно, чтобы вы воспринимали их как заботливых. Понимаете? Как именно, как заботливых родителей. Что означает заботливый родитель? Это родитель, ориентированный на вас. И если вы будете слушать именно заботу в том, что говорят родители, и эту заботу пропускать через фильтр того, что нужно вам, ситуация может измениться. Потому что родители, они действительно о вас заботятся, они действительно хотят, чтобы у вас все было здорово. Но они действительно делают это так, как они понимают. Не так, как вы, как они. От этого никуда не деться. К сожалению. И вам, вам нужно учиться говорить «нет» на более подсознательном уровне. Вам нужно учиться не отдавать больше, чем вы получаете. Это первое, с чего стоит начать. Дальше. С каждым годом я теряю уверенность в себе, энергии все меньше и меньше. Я понимаю, что мне надо чего-то начинать и не останавливаться. Но по сути, вы повторяете сценарий своей мамы. Да, я так полагаю. Вот. Энергии все меньше и меньше. А вот почему энергии все меньше и меньше? Почему уверенность в себе меньше? Получается, что она условна, уверенность в себе. Получается, что принятие в себе, принятие в себя тоже условно. Что же это за уверенность тогда такая? Знаете, у вас есть некие условные, условные факторы, при которых вы себя принимаете. А это не так. Это не то, что сделает вас счастливой. На самом деле. То есть, по сути, вы относитесь к себе так же, как относятся к вам ваши родители. То есть, ты будешь достойный, если будешь делать то, что вот, ну, например, то, что мы тебе говорим. А вы себе говорите так, что я буду достойный, только если я сделаю вот то, что я сама себе, там, ну, не придумала, но сама себе установила. Если я этого не сделаю, если я этого не достигну, значит, я недостойна. И вот так вот, и растеряете веру в себя. По этой причине. То есть, как бы убеждаетесь в том, что вы недостойны. Но ведь родители и так считают вас уже недостойным. И если они считают вас уже недостойным, значит, все, что вам нужно, это просто делать так, чтобы подтверждать мнение родителей о себе. И в итоге, прийти к тому, что вы ни на что не годны, кроме как сделать то, что хотят от вас ваши родители. По факту. То есть, первое, с чего нужно начинать, это с того, чтобы принять себя. Здесь я немного не соглашусь с коллегой. Он говорит, что вам нужно работу искать. Работа у вас уже вроде как есть, просто вы доход отдаете своим родителям. Вот. И думает мне, что если у вас будет другая работа, то вы точно так же будете отдавать доход свой. Поэтому первое, что нужно, это полностью и безусловно принять себя. Принять свои чувства, свои желания, свои стремления. Чувство вины, которое вы испытываете, трансформировать в заботу, которой оно, это чувство вины, и является по факту. И дальше уже развиваться, так как вы хотите. Любое действие есть развитие, любое познание есть развитие. А не так, что у развития есть сама цель. Мне все время что-то мешает. Вам мешают только родительские запреты. Я не люблю, когда картина в моей голове и в жизни не сходится. Здесь идеализация. Идеализация в воображаемых образах, потому что реальная жизнь вас не устраивает. То есть вы много фантазируете, много воображаете, и не можете допустить для себя, что что-то может пойти не так. Это тоже нужно принять. Это и есть, по сути дела, позиция неудачника. Когда человек не способен представить, что у него может не получиться что-то сделать. Что он может пойти не так, как он хотел. Вы к этому не готовы, вы из-за этого расстраиваетесь. Это происходит всегда, потому что такова жизнь. И из-за этого вы не любите, когда картина в голове, да, в вашей голове и в жизни не сходится. Она не должна сходиться. Она никогда не сойдет. Никогда не будет все идеально. Но вы можете приблизиться к идеалу. А для этого нужно принять неидеальность свою. Понимаете? Для этого нужно принять незавершенность свою. Человеческую незавершенность. Увидеть в ней красоту и научиться пользоваться ею. Потому что именно незавершенность стимулирует к развитию. Ваши родители этого не понимают. А вы понимаете. Пока еще. Дальше. Так, это выводит меня из колеи. Я теряю способность двигаться дальше к цели. Но по факту, по факту, что происходит? Родители вас подавляют. Вы уходите от подавления фантазии. Вы желаете, чтобы фантазии стали реальностью. Поскольку мыслите вы только фантазиями, то вам кажется, что именно фантазии должны воплощаться в жизнь. Когда этого не происходит, вы разочаровываетесь. Потому что по факту, реально, вы не пробуете. Вы не пробуете что-либо делать. Я вижу свою цель в общих чертах, но не знаю, как с ней идти и с чего начать. Но это когнитивная терапия, да. То есть, это поведическая когнитивная терапия. Разбивание целей на задачи и анализ задач. Этому можно научить. С чего начать? Я сказал, что я хочу понимать, что мне нужен наставник, который будет меня направлять, но в моем окружении таковых нет. Ну, в известной степени я полагаю, что вам нужен психолог для разрешения своих внутренних противоречий. И, может быть, коуч для обучения вас, вот, того, о чем вы говорите. То есть, что касается коуча, то здесь тренинги подойдут. А касается психолога, то здесь индивидуальная работа. Но если вы пожелаете сделать психолога своим наставником, это ваше право. Если вы выбираете себе такого наставника, вот, путем подобного вопроса, ну, честно сказать, решение не очень хорошее. Потому что ответ на один ваш текст не раскроет всего потенциала ни вашего, ни психолога. Поэтому я думаю, что вам нужно выбрать себе несколько психологов на сайте, например. И пообщаться с ними. И вот уже тогда вы сможете решить, будете ли вы работать с кем-то, или будете вы работать очно. Вот. Ну и для себя, опять же, определите, что есть наставник, по вашему мнению. Как это все будет происходить, то есть, как, ну, как вы представляете себе это. И реально ли это воплотить в жизнь. Пусть вот этот, эээ, этот цель, цель найти себе наставника, станет первой. Которую вы достигнете адекватно, объективно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.